Привет! Это уже, по-моему, пятая будет часть коллекции разбора моей косметики. И здесь я выложила все средства для губ, блески, помады, какие-то бальзамчики и так далее. На все остальные части я оставлю ссылки вот здесь в правом будет углу, либо также внизу в инфобоксе открывайте, смотрите. Также по традиции сюда мы кладем то, чего избавляемся в той коробочке, что оставляю. И как видите, здесь масштабы бедствия интересные. И я так подозреваю, мне от многого надо будет избавиться, потому что я не успеваю просто этим всем пользоваться. Очень жаль, многие помады просто пропадают, потому что до них не доходит вообще очередь. И поэтому давайте, так как у меня еще не только разборную, и я буду показывать вам свотчи делать, я буду это делать быстренько и кратко о каждом продукте проходиться. Жидкая помада матовая от Faberlic Glam Team коллекция. Articool 40461, очень классная, хороший аппликатор, имеет такой вот цвет чайной розы, по-моему, так заявлено. Классный аромат, во всем мне нравится. И максимально комфортная, какая может быть для матовой помады. Она устойчивая, но перекус переживет. Конечно, оставляю. Относительно новинка, совсем недавно вам видео показывала, это от Clorance. И знаменитый блеск, у меня это в 0,1 оттенке, практически вообще на губах его не видно. Минусы, мне не нравится инструкция, скажем так. То есть, вот это надо сначала выдавить, потом нанести, а потом распределить. Это очень долго, и так на бегу. Ну, мне сложновато это сделать. Для таких случаев я больше, наверное, в стике предпочитаю. И еще один минус, это, конечно, цена. Хоть и попала я по скидке, но это полнейший аналог вот этого блеска от Catrice Dewful Lips в 0,10 у меня цвете. По ощущениям, по комфортности, просто максимальное совпадение. Единственное, да, тут, конечно, цвет совершенно другой, и может просто выбеливать, если переборщите. А так, мне очень нравится Catrice, и такое использование для меня комфортнее и быстрее. Ну, естественно, они оба остаются, потому что они мне нравятся, они хорошо справляются с всеми своими задачами. Далее, наверное, давайте пройдемся по маслицам. Event Sabo, бутик была у них коллекция в 0,1 цвете. Очень классная, комфортная, приятная душка. Ну, просто дает блеск. Цвета нет совершенно никакого, собственно, как и у Stellar. Также ведет себя прозрачно, хоть здесь есть какие-то золотые частички, но их совершенно незаметно. Хорошее дает разглаживание, особенно вот этот в Yen Sabo. И мне аромат нравится у Stellar, прям, ну, очень классные. Постоянно их использую, в Yen Sabo тут уже вообще чуть-чуть осталось. Конечно же, они остаются. Тоже вроде бы как масло заявлено в цвете Orgasm, это Nars. Цвета как такового она мне не дает, прозрачный. Не могу сказать, что он чем-то отличается по финишу, по эффекту от предыдущих, которые я вам рассказала. Конечно, тут платится за имя и за упаковку. Неплохой претензий нет, конечно, остается. Что-то мы с вами оставляем, оставляем. Нет, тут я от многого, на самом деле, хочу избавиться. Не вижу вторую такую. Она же у меня должна быть. Ладно. Фаберлик 41097. Это их вот такие вот глосси-стики. Все мне в ней нравится. Аромат неплохой. Она кремовая. Помада карандашик, такой удобно с собой носить. Цвет не мой. Чуть-чуть поносила и поняла, что не сильно он меня украшает. Поэтому от него избавляюсь. А так, с ним все хорошо. Никаких претензий по качеству. От Тарелуила Митали называется. Тон 35. Это такой блеск для губ. Изменился аромат. Мне кажется, что ей уже пора на покой, собственно. Цвет мне нравился. Очень такой красивый. Хорошо на губках смотрится. Ей уже пора отдыхать. Поэтому избавляюсь. Еще у меня есть такие два блеска. Я как раз хотела их сравнить. Это Тарелуи тоже Лами Италия. Только в 26. Здесь, видите, очень много блесточек. Аромат до сих пор в блесках с моего детства. Я уже как-то тоже о нем рассказывала. Такой красивый цвет. Но я хочу его сравнить блеском от Фаберлик. Относительно их новинка. Это у меня артикул 40 595. Кстати, вот у Фаберлик очень приятный аромат. Ну да, они практически одинаковые. Но мне, конечно, больше нравится благороднее, скажем так, и меньше блесточек. Вот у блеска от Фаберлик. И причем у меня от Тарелуи тоже давно уже лежит. Я его наносила больше как топпер иногда на матовую помаду. Но сейчас я матовыми помадами очень редко пользуюсь. Поэтому я, наверное, от Тарелуи избавляюсь. А, соответственно, Фаберлик остается. Он очень мне нравится. Я его рекомендую. И хочу даже еще какой-нибудь присмотреть. Ну, цвет, конечно, очень красивый. Блески от Эстраде. Вот этот 203 оттенок. Шиммер очень красивый. Но такого перелива на губах, по крайней мере, у меня, к сожалению, нет. Он наносится не совсем однородно. Но с ним надо помучаться. И на губах он потом, знаете, минут через 15 взбивается в вертикальные складочки. Потом есть такие где-то проплешина, где-то прям очень много. К сожалению, от него избавляюсь. Хотя цвет очень красивый. А вот в 306 уже цвете это такая красная с металликом. Помада блеск, наверное, я так могу обозначить. Потому что здесь очень плотная такая текстура. И я ее еще оставляю, потому что у меня нет к ней тех претензий, которые, собственно, есть вот к этому блеску. Пинап у меня в 513 оттенок Ким. Ну, неплохой. Немножко ждала холодней, наверное, цвета. Но вот холоднее цвет это будет у... Постоянно забываю, как называть. В общем, там другой оттенок. Конечно, она остается. Это не кремовая для меня, а полуматовая, если честно, помада. Потому что она вот на грани уже к матовой. Устойчивая, хорошая под карандаш. И вообще просто замечательно смотрится. Кара. Вот как называется оттенок, который похолодней вот этого. Номер не помню. И вот от Stellar тоже у меня в 0,4 цвете. Мне она понравилась. И вот по текстуре они схожи между собой. Классные помадки, конечно, оставляю. Такие миниатюрки. Мы к Forevo попадались в наборе. Как-то покупало 4 штуки. Одно отдала уже сестре. М401. Для меня это идеальный красный. И она полуматовая. Ну, такая устойчивая. Ну, конечно, она размазывается, не застывает. Нужно постоянно за ней присматривать, где-то поправлять. Но так как это мой идеальный красный, я вот ее оставляю. Пока замену не найду более стойкую. В оттенке C211 здесь идет такая мового оттенка помада. Она кремовая и очень плотно наносится. И я ее предпочитаю, конечно, растушевывать пальчиком и менее интенсивно ее наносить. Но цвет хороший. Редко я ее пользуюсь. Но по качеству очень хорошие помадки. Я могу их советовать. Избавляться я буду также от кремовой. И это уже идет в номере C407. Она очень темная для меня. Мне нравятся такие цвета. Я бы не прочь их носить. Но у меня они не идут. Скрипя сердцем, я от нее избавляюсь. Мне цвет нравится, но она лежит. Я ее на себе просто не ношу. Жидкая помада от Golden Rose. У меня в 0.3 оттенке. Избавляюсь от нее, потому что она уже, видимо, испортилась. Она у меня течет и расслаивается на две текстуры. Цвет, конечно, обалденный. Но я нашла ей замену. Достаточно сушила и было некомфортно. Поэтому от нее избавляюсь. А аналог ей это от Sephora в 0.6 оттенке. Жидкая матовая помада. Более комфортнее для меня. Она тоньше ложится. Конечно, Sephora остается. Остается со мной. Никому не отдам. Это в 10 цвете. Maybelline Super Stay Matte Ink. Это самая стойкая помада у меня в коллекции. Конечно, она остается. Люблю ее. Никогда не подводит. Всегда остается на месте. С утра могу нанести и вечером она будет держаться в том же состоянии. И цвет просто идеальный остается. Итак, есть у меня три с матовый финиш, как называется. Такие тинты от Estrade. В трех у меня цветах. 0.1, 0.2, 0.7. 0.1 оттенок. Больше уходит в такой коричневый. Мне нравятся эти помады. Как они ложатся. 0.2. Нравится их аппликатор. У них очень тоненький такой кончик. Еще консистенция такая муссовая, приятная. Они максимально комфортны. 0.7 мой любимый. Пыльная роза. Чем-то он схож с этими двумя первыми помадками. Но из них и всех я пользуюсь только 0.7. Я его оставляю. А 0.1, 0.2 они мне не подходят по цвету. В них все хорошо. У меня нет вообще к ним претензий. 0.7 остается. То, что конечно же остается. Это одни из самых моих любимых помад. Это отель в помадке карандаше. T-Rose и Natural. Такой, знаете, бархатный финиш. Совершенно вообще не сушит губки. Идеальные, комфортные. Это натуральные я нанесла. Конечно же они у меня остаются. На iHerb, кстати, покупала. Ссылочки оставлю. Рекомендую. Вообще недорогие. И это T-Rose. Роза, о которой все грезят и мечтают. Вообще так красиво на губках смотрится. Причем на любых. Супер помады. И могу сказать, что прям в восторге от нее. За ее стоимость. Здесь вот зеркальце. Это от Guerlain. Помню, 77 номер. Здесь никаких опознавательных на ней нет знаков. Но аналогичной текстуры помад у меня нет. Очень такая разглаживающая, кремовая, комфортная помадка. Пользуюсь, но в основном весной и летом. И так она у меня вот зимой пролеживает. Но качество хорошее. Это от Smashbox. Тоже мне в каком-то наборе попадался. Не помню, что за оттенок. Но очень красивый, сочный, сточевая, скорее всего. Вельветовая. Комфортная. Но может размазываться. И иногда даже на зубах отпечатываться. Поэтому нужно за ней следить. Но я ее оставляю только из-за цвета. У меня аналогичных нет. И мне... Ну, в ней все понравилось. Бальзамчики еще не открывала. Это от Evroche у меня два. Я еще думаю, может быть, кому-то их передарить. Мне вообще Evroche бальзамы не очень нравятся. То, что я сейчас пользуюсь, это от Fito Cosmetic. Народный рецепт. Крем-масло для губ. Прозрачное. Но оно очень хорошо заживляет. Напитывает губки. Классный вот этот вот. Хоть и недорогой. Совершенно ужасный от Sierra Bis. На пяти травах. Отвратительный просто аромат. Отдушка ужасная. Ничего не делает с губами. Ну, хотя бы нет какого-то такого жирного цвета. Единственное, привкус остается. Вот он у меня со мной из-за своей миниатюрности ездит. Но при первой же возможности сменить на что-то лучшее, я это сделаю, пока остается. Такой вот скраб для губ от Ups. Неплохой. Но я сейчас предпочитаю больше пользоваться вот этим. И это уже, по-моему, моя вторая покупка. Green Planet. Очень мне нравится скраб. Он такой жесткий. Но вот самое то, когда нужно хорошо проскрабировать и подготовить губки. Так что могу вот рекомендовать. Конечно же, остаются. И открытый Faberlic у меня бальзам. Это антивозрастной же. Все уши тоже вам прожужжало. Крутой во всех отношениях. За 50 рублей он разглаживает, напитывает. Защищает губки. Комфортный. Без какой-то отдушки явной. Его не видно на губах. В общем, идеальный. Ближе к такому, к лечебному. Blistex крем. И с ним не надо перебарщивать, иначе он может немножко выбелить все-таки. Я его на ночь использую. У него есть такая, знаете, чуть-чуть ментоловая отдушка. Но на губы это никак не влияет. То есть у них никак там не увеличивает. Они у вас от этого не краснеют. Никакой аллергии, ничего нет. То есть просто лечебная составляющая. Очень комфортная. И за ночь губки приводят в идеальное состояние. Остается, конечно же. Это от Evelyn в 107 цвете. Я его носила очень даже часто. Мне нравится отдушка. У него такая приятная, фруктовая. Он очень сильно отпечатывается на зубах. И тут прям, знаете, нужно просто ходить, постоянно смотреться в зеркальце, следить за ним. Поэтому избавляюсь. Долго думала насчет помады от Faberlic 4640. Я не знаю, сейчас вообще есть их в этой серии или нет. Хотела избавиться, но вот недавно ее поносила. И мне так нравится ее текстура. У меня тоже нет аналогичной. Она такая какая-то муссовая, легкая. Бархат такой ложится. Ну, в общем, классная. Цвет мне, в принципе, тоже неплохо. Оставлю, потому что по всем параметрам она мне нравится. И если найдете Faberlic, я бы посоветовала попробовать ее. Дальше пузатенькие помадки от Faberlic. Я никогда их не беру с собой, потому что они много места занимаются. Это непрезентабельно смотрится. Но по цветам, по своим свойствам они мне нравятся. Единственное, вот этот в оттенке 42025. Бежевый, да, нюдовый цвет. И я им одно время пользовалась очень долго. Это полуматовый финиш. Буду от него избавляться, потому что он у меня уже давно. И у меня есть сейчас аналогичные оттенки и текстуры. Мне не нужны повторки. А вообще цвет очень красивый. На летнее время использую 4619. Розового красивого оттенка. Красиво смотрится. Обычно увлажняющая комфортная помадка. Поэтому остается. Артикл 4070. Все в ней хорошо. И цвет красивый. Есть такие блесточки разноцветные, переливающиеся. И она комфортная на губах. Не пользуюсь просто потому, что всегда тянется рука к другим каким-то оттенкам. Более, наверное, нюдовым, приглушенным. Поэтому Адам. Один из самых моих любимых цветов. 44006. Смотрите, какой здесь оттенок просто. И вот это идеальный для меня нюдовый цвет. Это холодный. Классная помада. Вставляю. Давайте, наверное, сразу вот эти палетки, на которые я делала свочи, я их вставлю. Уберу. Это тоже мои относительные новинки. От Катрис вообще замечательные. Просто цвета. Все мне не нравится. Это у меня виниловая лаковых помад палетка. Можно смешивать. Есть вот такой вот, ну какой-то просто, знаете, серебряный, который можно делать перламутровые, как я понимаю, помадки. Качество супер. Остается однозначно. И также остается от Lovell. Здесь качество чуть другое. Но мне нравится, как они на губах смотрятся. Это у меня 0,1 цвете. Палетка помада для губ. Lip Color называется. Бюджетная полупрозрачная текстура у них тоже остается. Она больше у меня, наверное, даже вот для весны, для лета. Потому что здесь все-таки какие-то сочные ягодные цвета. Так, еще есть у меня от Essence вот такой вот мини-лип-глосс сет. Мне понравились здесь блески, потому что они комфортные, они не липкие. Таких вот два розовых, бледных, чуть поярче и вот такой прозрачный. В сумочке всегда со мной ходил вот этот. Мне нравилось то, что он маленький и это хорошее качество. Единственное, я не буду их выбрасывать. Я их отдам своей дочке, пускай она с ними играется. Они еще в хорошем состоянии. Естественно, я плохое бы что-то не дала. Я их уже все протестировала. Их еще можно поносить. Оно у меня сейчас начинает просить косметику. От чего я избавляюсь, чему уже, ну, пришло время. Я знаю, что я уже не буду такое носить. Это металлический помада-карандаш от Golden Rose в 0,5 цвете. Здесь не выкручивается, надо точить. И цвет красивый, все в нем хорошо. По-моему, тоже очень давнишняя покупка на Алиэкспресс. Года три у меня уже лежит. Во-первых, уже пора на покой этой помаде. Во-вторых, она, если соло наносить, она очень сильно сушит. Но вот цвет классный. И перелив, который она дает. Пробовала ее как тенье, но она разъедает подложку. К сожалению, избавляюсь. Цвет просто был красивый. Так, но она очень-очень сильно сушит. Помада-карандаш от Colourpop. Это Boeing кремовая помада. И она вот по текстуре схожа с Smashbox, которую я вам показывала. Насыщенный цвет и кремовая текстура прям очень плотно ложится. Поэтому я тоже предпочитаю пальчиком распределять. По цвету классно. Очень хорошее качество. Рекомендую. Конечно же, она остается. Далее тоже блеск такой от Nars. У меня на губах цвета не дает. Хотя вот так на свочи вроде бы как есть что-то розовенькое. Ну, вот он для меня обычный хороший бальзамчик для губ. Но чтобы какого-то такого разглаживающего эффекта или отличного от других каких-то стиковых помад. Ну, допустим, даже тот же от Event Sabo. В 01-м это их коллекция относительно тоже новая. И я брала себе в практически таком прозрачном цвете. Ну, примерно так же работает. Можно найти аналоги. И ничуть не хуже. И подешевле. Но отдельно ее рассматривая как качество, упаковку, бренд, оттенок, может быть, да, даже, то, да, конечно, стоит того, чтобы попробовать. Лучше, конечно, в миниатюрках. Нравится мне очень текстура вот такого бальзамчика. Colourish от L'Oreal. У меня каканат Plump. Не помню, по-моему, это 107 номер. Делает губки такими разглаженными. Чуть-чуть есть ментола, холодка. Конечно, остается. Очень мне нравится. Два моих блеска относительно недавно я покупала. Они мне нравятся, я от них избавляться не буду. Это Divash Vinyl Gloss Lip Plumper. Ну, никакого плампера там нет, сразу говорю. То есть, нет ни ментола, ни пощипывания, ни покалывания, ничего нет. Вот этот вот бежевый у меня в оттенке 3205, розовый в оттенке 3214. Они сами по себе не липкие, полупрозрачные, ну, хорошо наносятся. Дают, просто придают оттенок. То есть, тут придаётся более такой розовый, а здесь более карамельный всё. Вот в этом отличие. Кстати, пахнет, вот, допустим, карамельный шоколадом. Розовый пахнет жвачкой. Красиво смотрится на губках, поэтому, конечно, остаются. Эвелин Gloss Magic Lip Color в пятнадцатом цвете. Коричневый нюдовый цвет. Красиво разглаживает губки. Не забиваются вертикальные складочки. Если вы любите блески, вот могла бы его посоветовать вам. Конечно же, он со мной остаётся. Вот от этой штучки я избавляюсь всё-таки. Я думала, я буду её пользоваться, но нет. Артикул 4311, это Sport Pledge от Faberlic. Была их летняя коллекция. Ну, это такой маркер. Ну, то есть, я могу вот у детей взять фломастер и им то же самое, наверное, на губах делать. Ну, вот по ощущениям это именно так. Оставляю такого стейна на губах, даже если стирать. Ну, не пользуюсь я просто из-за того, что здесь оттенок очень какой-то старомодный. Я не знаю, как это назвать. То есть, непригодный вообще никак к использованию. По крайней мере, вот на мне я его не вижу. От Lancome помадка уже всё. Я, девочки, прощаюсь. Я его даже и не допользовала. Уже поменялся у неё аромат. Она у меня давно. Нюдовый. Немножко он перламутр какой-то, но недешёвый перламутр уходил на губках. Ну, увидите, потестите. Если что, берите. Качество хорошее. Что-то вы там ещё не устали. Чуть я уже устала. Так, оставляю всё-таки, тоже хотела избавиться. Тестер Ultimate Color 370. Это Catrice. В заказе Beauty Home подарок приходила. Мне она понравилась по цвету. Яркая, конечно, для меня, но иногда я могу её пользоваться. Качество хорошее. Мне здесь не нравится аромат от Essence. На распродаже покупала. Это Glossy Stick карандашик. Тоже не выдвигается, его надо точить. Нравится цвет. Он такой яркий, красивый. И на губах, кстати, тоже эта помада хорошо держится. Но по срокам годности смотрела, всё хорошо. Поэтому я оставляю. Наверное, сезон, весна, лето попользуюсь. Потом просто избавлюсь от него. Потому что на ладушку я чувствую первое время. Она мне неприятна. Хорошая помадка, такая увлажняющая. Она даже как кальзам больше для губ. Это Faberlic. Артикул 40.085. Придаёт такой коралловый оттенок губкам. Освежающий. Конечно, я его оставляю. Стойкая помада. Ну, наравне, наверное, вот с Maybelline, которую я вам показывала. Это от Just. В 01 цвете матовая их помада. Цвет, видите, красивый. Похож немножко вот с этим маркером. У меня на губах совершенно приобретает другой оттенок. Более сочнее и ярче. Конечно, оставляю. Редко им пользуюсь летом. Но не потому, что он мне не нравится, да, или там некомфортный. Он сушит немного. И под все, скажем так, наряды или макияжи мне иногда подходит этот оттенок. Поэтому редко пользуюсь. Также мне понравилось. И я оставляю вот такой вот Instacare. В 01 цвете. Кремовая, мягкая. Даже на свочи он вам смотрится как такой, ну, мягко говоря, не очень красивый коричневый. А вот под карандаш и на губах мне он нравится. Вот сейчас как раз на такое зимнее, синее время им пользуюсь. Девочки, совсем чуть-чуть осталось. От Bourjois Rouge Edition Velvet. Хотела от нее избавиться, но нанесла в 10 цвете и поняла, что все-таки нет. У меня нет аналогичных. И она мне нравится муссово, но чуть тоньше наносится, как вот Estrade, вот эти тинты. Единственный аромат такой на любителя. По всем другим показателям идеальная. Новинка от, ну, для меня новинка, от Evroche. 37 цвет. Сатиновая такая помадка. Она имеет в себе перламутр, но я вот недавно ее наносила. И, в принципе, мне она нравится. С удовольствием я ее хочу пользоваться. И на губах классно ощущается, поэтому остается. От Beauty Bomb у меня в 01 цвете. Такой блеск. Ну, даже как жидкая помада. Жидкая помада блеск, да, вот так у них называется. Пока оставлю. Нравится мне. Она плотно так наносится. Никакие складочки вертикально не забиваются. В принципе, вот все в ней хорошо. В общем, попыталась я тут убрать. Видите, некоторые даже стейны остались от помадок. А это маркер от Faberlic. Мне так не стерся. И я не стала уже дальше что-то тирать от Just. Помада тоже из новой коллекции. Glam Team 40619. Это насыщенная такая кремовая. Изначально я вам рассказывала, мне цвет не очень понравился. Она мне. Но под карандашик. И я наношу на какой-нибудь бальзам для губ, потому что она мне подсушивала. Поэтому вот на бальзам под карандаш оставляю. Пока пользуюсь. Дальше хорошая тоже от Bobby Brown. Тоже полуматовая. Это все-таки помадка. У меня в оттенке Lilac. Тоже нравится. Но почему-то вот редко ею пользуюсь. Не знаю. Такого красивого тоже цвета. Темнее у меня смотрится. Остается. Далее очень мне нравится Catrice. Двойная помадка в 30-м цвете. Ambre серия называлась. Мне немножко тут уже дочка ее поковыряла. Но мне в принципе и неудобно был сам формат. А вот этот цвет мне очень нравится. Поэтому я в основном его использую. Красивый, холодный, розово-бежевый. Какой-то такой непонятный оттенок. Комфортно, кремовая. Хорошо ложится. Поэтому еще я ее пользуюсь. Далее от Kika. Жидкая матовая помада поверх блеск можно наносить в 102-м цвете. Светло-светло-нюдовый такой коричневый цвет. В основном под карандаш ее наношу, потому что она немножко сливается с кожей. И поверх практически всегда наношу вот этот блеск. Из-за блеска вы получаете комфортность. И допустим даже когда кушаете, у вас блеск съедается. Эта помада остается на месте. Ультра-стойкая и комфортная за счет этого блеска помада. Я хочу еще себе в других оттенках. Две помадки пока оставляю. Потому что вот эта из 40-056 тоже Faberlic. Иногда высветляю центр губ, смотря какая помадка. Я ее соло, без карандаша не могу наносить. Это полуматовая. Для этих целей еще остается. И в 43-030 в цвете такая припыленная роза. Тоже Faberlic. Очень красивая. Сейчас реже стала пользоваться. А раньше пользовалась очень часто. И она такая комфортная. Кремовая помадка. Вот Гош в 38-м цвете. В подарок тоже мне, кстати, приходила с Beauty Home. Хорошо наносится. Неоднозначный цвет для меня. Но вот я ее недавно опять носила, пробовала. Ну вроде бы как и красиво все это смотрится. Немножко так переливается. Влажняющее. В общем комфортно. Остается. И остается в 32-м цвете. Это Mad Constance от Vivienne Sabo. Чем-то она мне цветом напоминает, кстати, от Bourjois. Bourjois больше в розовый уходит. Обе остаются, потому что мне нравится их консистенция. Итак, девочки, что у нас получается по итогу? Это то, от чего я избавляюсь. А вот это все остается. Надеюсь, не сильно видео затянуло. Спасибо за просмотр. Дальше будет часть у нас про тени. Так что подписывайтесь. Не пропускайте. Пока. До следующего видео.